С традиционных 12 ударов в колокол началась служба в часовне святого архангела Михаила, расположенная на территории пограничного отделения в Ермоловке. Для сочинских пограничников этот праздник уже стал доброй традицией. Каждый год в этот день в часовню приезжают священнослужители и казаки. Участвуют в службе и сами пограничники с семьями. Мы очень рады, что у нас здесь находится часовня. Так как мы на службе, у нас дети маленькие, мы можем в любое время прийти, помолиться за наших супругов, за деток наших. Мы знаем, что у нас есть помощь, мы твердо стоим на своей рубежах границы, верим в правду свою. И тем самым мы себя хорошо внутренне ощущаем, что за нами есть, кому постоять. Традиция отмечать этот праздник зародилась у пограничников еще в 90-х годах позапрошлого века. После революции была забыта, но потом снова возрождена. Инициатором стали руководство Федеральной пограничной службы России и патриарх московской всея Руси Алексий II. Мы уже не один год взойдемодействуем именно с этой частью и с другими войсками, также в военкомате, с нашими вооруженными силами. Ну что хотелось бы пожелать донести до них? Ну чтобы всегда было мирное небо над головой, чтобы Матерь Божия покровительствовала во всем им, чтобы наши войска стояли на рубежах нашей Родины, наши границы были чистыми. Пока враг спокоен и мы спокоены, стрепенется, конечно, шашки на голову и тогда мало не покажется. Казаки принимают участие в празднике не только на правах первых пограничников. Выполняли эту функцию еще при царе. Они и сегодня вместе с сотрудниками службы участвуют в охране государственных рубежей. Для них вера – одна из важнейших частей службы. Фундамент казачества – это православная вера. На основе православных законов и чтятся, и блюдутся, и создаются все казачьи законы. Поэтому мы, естественно, неразрывны с православием, неразрывны с церковью. После службы в храме традиционного праздничного стола нет, попросту не хватает времени. Эти сотрудники обеспечивают безопасность границы длиной более 90 километров. Датчики движения реагируют постоянно, игнорировать сигнал нельзя. Оперативная группа должна выехать в любой момент, в любую точку границы. И так каждый день. А вера помогает им в этом нелегком и порой опасном деле. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.